МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте тут остановимся. Положите свои вещи. Все, Марина, динамика. Ребята, хватит бегать! Остапенко, прекрати! Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Спецподразделение? Почему подразделение? Мы на все союзный сбор улетаем. А вот это? Это... Это пеленгатор. Разрешите? Конечно. Охота на лис. Новый спорт. Новый спорт, говорите? Ну да. Ребята! А я в него уже несколько лет играю. А вы спортсмен? Да нет. Скорее, леса. Ребята, девочки, Маша, Катя! Нет, нет, нет! Снимай, смотри, тюрьки! Тимур, смотри, тюрьки! Тимур, смотри, тюрьки! Деньги! Ни одна бумажка государственных денег не должна пропасть. Выполняйте. Дай, меры, ну-ка! Давайте, ребят, поможем! Да! Здесь, в районе нет. Целый чемодан сотенных купюр без документов и сопровождения выглядел явным нарушением всех финансовых инструкций. Владелец чемодана представился Юрием Константинером, начальником контрразведки военно-строительной части УВС номер 5. Вдруг раздался звонок. Позвали к телефону начальника отделения милиции. Транспорт. Он выслушал то, что ему было сказано по телефону и немедленно, с деньгами, освободил Константина. На самом деле, военно-строительной части с названием УВС номер 5 никогда не существовало. Под этим именем скрывалась группа виртуозных мошенников. Они присваивали себе звания и награды, собирали репарации в оккупированной Германии, заработали на этом миллионы рублей. В условиях сталинского террора аферистам удалось создать целый преступный синдикат, который работал на западных территориях Советского Союза. Собрать людей, одеть погоны и сказать, что мы воинская часть. Сегодня это можно, но тогда это было практически невозможно. Следовательно, у всей этой Панамы были какие-то высокие покровители. Слышишь, деревня, убирай кобылу! Не могу я его убрать, у него копыта застряло, мы не можем идти! Немцы фронт прорвали! Убирайся нахер отсюда! Что к тебе там? Прав, желаю. Товарищ командир, у меня здесь баран на храму кобыле, и вон тебя вон застряли. Ладно. Так, пойдем. Как это так? Сейчас здесь танки пойдут, людей уводи. Есть. Так, парень, давай, собирайся, уходи отсюда. Нет. Что значит нет? Не пойду никуда. Ну, пошел! Уходим отсюда! Все уходим с моста! История мошенников в форме военных строителей началась в первые месяцы войны. Это было не случайно. Разрушенные дороги и мосты стали серьезным препятствием на пути отступающей Красной Армии. Вооруженным силам катастрофически не хватало строительных частей. Да, веселая у нас война получается. В сентябре 41-го года военный инженер 2-го ранга Николай Павленко был откомандирован из своей строительной части в Калининскую область. Ни мостов, ни дорог, ни окопов. Даже лопаты у солдат нету. Вместо лопат в руках приказы. А ты с бумагой-то много навоюешь? Людвиг, Людвиг, ты что ли? Стой, стой! Ты оттуда же ты? Людвиг! Сухое принеси! Давай, давай, Людвиг! Накроем! Ну, что такое? Ты что? Ну! В то время, в условиях военной неразберихи, одним из главных инструментов наведения порядка в войсках стали органы госбезопасности. Кроме военной контрразведки СМЕРШ, в прифронтовой полосе работали и представители танководок. Ну ты чего? А? Ты чего жопой крутишь, Павленко? Ты же наш сотрудник встречи с того года, я же тебя помню. Я тебе просто в твой дело доверяю. Саботаж налицо. Этого фрукта арестовать и допросить, как полагается. Кто там с ним был в его преступном сговоре? Не могу я, товарищ опера полномоченный. Я в командировку уезжаю. И потом, не могу я, земляка-то на. Ну-ка, читай. И вслух, читай. Говорят, что среди большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие лазутчиков. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожить в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Подпись, падла, читай. Товарищ Сталин. Так что я тебя сейчас шлепну не просто так, а по личному приказу товарища Сталина. Почетно будет Кулацкая морда. Так точно, товарищ опера полномоченный. Почетно. Молодец. Молодец. Сметливый ты, Коля, заменника папу еще свое не отработал. Это было не первое столкновение Павленко с органами НКВД. В юности, чтобы избежать ареста, он согласился стать нештатным осведомителем госбезопасности. И это сотрудничество казалось ему уже давно забытым прошлым. Его обвиняли по закону о трех колосках. Это закон о 7 августа 1932 года. В чем особенность этого закона? Независимо от размера похищенного, даже три колоска ты похитил, тебя могут за эти три колоска прихворить к высшей мере наказания, к расстрелу. Вот какой был закон. Под предлогом командировки Павленко покинул фронт, прихватив с собой земляка Людвига Рудниченко. Возвращаться он не спешил, потому что на милость НКВД не рассчитывал. Вкусно. Вот, Тома, этот сладкий цветок тебе. Спасибо, как настоящий. Коль, а ты мне что подаришь? Ну-ка покажи. Ты прям умелец, Людвиг. Ладно, я однажды штамп из каблука вырезал. Ну, так потом себе билеты в кино печатал. Слыхал я про эти билеты. Я тебе что-нибудь стоящее подарил. Так, чтобы на черный день и чтобы продать нужно было. О, вот такой я человек. О, а это кто? Знакомый наш. Жених мой. Мы с ним в госпитале познакомились. Немцы пришли, и мы бежали вместе. Юрий Константинер. Бабший авиатехник и бездомный Юрий. Слышь ты, ты не на свои грядки пасешься. В павленках. Людвиг, на секундочку. Мы сейчас придем. Людвиг. Ты что ждешь? Людвиг. Ты что будешь, а? Хочешь, чтобы Тонка нас всех с потрохами выдала, что ли? Коль, не бзди, а он такой же жених, как и я. Ты же сам говорил, последний денечки гуляем. Чего? С чего ты взял, что последний? Зинка говорит, что беременна. Нам теперь здесь всем выживать надо, как ты любишь. Золотые твои слова. Ты что, подслушивал, что ли? Коля, да он же шпион. Поговорил? Сядь, Людвиг. Когда мы отступали, по нашим дорогам немецкие диверсанты под наших же связистов работали. Так вот, пока их не повязали. Несколько всякой херни успели натворить. На наших дорогах всякого бывает. То свой, то чужой. Сразу как-то и не разберешь. Ситуация была крайне щекотливой. И Павленко, и Константинера наверняка давно уже разыскивали в своих частях. Оба могли быть обвинены в дезертирстве и получить тюремный срок. Эту проблему нужно было срочно решать. И когда он уже, так сказать, пришел в себя, он понял, что возвращаться обратно – это трибунал. Следовательно, надо что-то делать. Он увидел брошенную технику. И его осенила замечательная совершенно идея. Ты что, всю ночь не спал? Я придумал, Людвиг. А похмельцы есть что? Слушай, если бы они были в форме строителей, выкрутились бы. Кто они? Немцы эти, про которых жених рассказывал. Еще веники запариваешь. Вот такой каблук для печати конторы подойдет? Нормальный каблук. Чего за контора-то? Строительная. Строительная контора. Управление военного строительства. УВС. Смекаешь? Я ведь до войны строительным был. Ты посмотри, что творится. Что с дорогами. Сколько техники брошенной. Ну, смекаешь? Смекаю. Ну, вот то-то. Вот и твори давай. Понял что? Конечно. УВС. Номер пять. Хорошо. Ты мой сапог не видел. Ах да. Мародеры. Решение было крайне дерзким, но Павленко понимал, что часть, готовая выполнять строительные работы, была нужна армии как воздух. Под видом инженерного подразделения в прифронтовой полосе можно было даже легализоваться. Для этого, кроме печати, надо было сделать не так много, купить всем на толкучке военную форму и получить первые наряды на работу. Подделав необходимые документы, павленко отправился решать этот вопрос в комендатуру Калинина. 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 входит в город. Понятно? Надо суеты побольше, ребята. Суеты. Я пошел. Погоди, погоди. Погоди. Давай, салон не забудь. Ребят, пацаны, суеты побольше. Будет тебе суета. Дипломатизм забудь. Ну что? С Богом. С Богом. Да что ты крестишь, бусурманин? Заводи, Наиль. Вперед! Напор командира, неизвестно откуда взявшейся строительной части и щедрые по тому времени подарки, сделали свое дело. Комендант города Калинина согласился направлять в Боевое управление военно-строительных работ номер 5 выздоравливающих военнослужащих. Павленко и его ближайшее окружение сумели использовать изъяны и недочеты социалистического строя и применить самые прогрессивные капиталистические методы хозяйствования в то время. То есть, по сути, действовал капиталистический синдикат. УВС получила первые подряды на строительство блиндажей и рытье окопов. Готовность Павленко, с одной стороны, благодарить заказчиков, а с другой, хорошо оплачивать работу подчиненных, начала быстро приносить плоды. Ребят, где Павленко? Ну и что это? Понравится твоя жена, командир? Ой, понравится. Княжна Тараканова. Золото. Ну ты врешь же, Наи. А? Знаю, где взял. Доложили? Утик, крест, землю копал. Нашел. Че ты крестишь это по-другому, боссурманин, а? Максимыч, товарищ командир, разрешите обратиться? Погоди, Людвиг. Значит так, оставим все это здесь. Ага. И смотри, коней реквизированных больше бабам не продавай, а то расстреляю. На Игорь не надо стрелять. Хороший. Иди, иди уже, давай. Че это? Коля, чекист приехал. Тот, который арестовать меня хотел под Вязьмой. Ходит, сука, вынюхивает что-то. Твою мать. Как ну вовремя-то, а? Че делать-то будем? Че делать будем? Знаешь что? Пойди, найди мне Юрку. Да? Только у полномоченному на глаза не попадайся. Ну давай, давай, че стоишь-то? Иду, иду. Княжны Таракановой, говоришь? Так точно, ты еще полномоченный. Местные жители говорят, она здесь с Пугачом гуляла. Я думаю, может и вронили. Виноват. То есть, конечно, видно, что клад старый. Не, не похоже. Я думаю, кто-нибудь из кулаков зарал. Разберемся. Вот и я о том же. Мы как только, значит, нашли сразу, чтобы, значит, вы разобрались. Ага. Разберемся, разберемся с Таракановым, разберемся с вами, разберемся. Дорогу кто разрешил строить? Так мы строители. Товарищи полномочи. Нет. Нет. Ну, блин, даже и строители. Решение есть? Товарищи полномоченный, сами посудите. А как нам без дороги? Материалы, оборудование, специнвентарь. Какой нахер специнвентарь? Решение есть? Тотя печать какая-то неправильная. Неправильная. Виноват. Капитан. У тебя здесь наркомат обороны, значит. А должно быть наш родной Гоша Дор. Слыхал про такую организацию? Так точно. Так. Ну, с этого времени будешь договариваться с НКВД. А что ты лыбишься? Так, товарищи полномоченный, сами понимаете, мне теперь радости привалило. Молодец. Молодец. Неразбериха в системе управления дорожным строительством сработала на руку махинатором из ООС номер 5. В начале войны некоторые инженерные части оказались в подчинении наркомата обороны, а некоторые были в распоряжении НКВД. НКВД создало свою организацию дорожного и мостового строительства, которое называлось «УШОДОР». Чекисты стремились перетянуть на себя и финансовые потоки, и повысить таким образом свою значимость у государства. Они всячески припоны чинили армейским службам дорожного строительства. К весне 42-го года система дорожного строительства в армии была полностью подавлена. Вот так вас, красных командиров! Раз, два и дамка! Что такое? Теперь у нас с тобой будет новое начальство. Уполномоченный твой барахлишко взял. А это что означает? Шустрый ты, Юр. Только это ничего не значит. Любишь ты в дамки играть. Только в жизни, Юра, правила сейчас другие. Уполномоченный этот золото у тебя взял? Ну? Ну, а расписку нам за него не отдал. А как тебе вот этот подряд? Подряд хороший. Сколько километров отсюда? Двести с гаком. Рудниченко! Чё тебе? Пыхал? Ничего тебе, а я! Давай, собирайся! Ты же вроде обещал нас прикрывать, а сам сам и пепел суешь. Так я с... Ничего, ничего. Все равно из Калинина скоро придется уходить. Ну что, расселись? Давай, 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 живо! Николай Павленко и Юрий Константинер быстро распределили свои роли. Павленко отвечал за организацию строительных работ, Константинер за систему безопасности. Пока боевые части освобождали один за другим города Европы, Павленко и Константинер заносили взятки. Все более и более высоким начальникам. В мае 1945 года УВС вместе с войсками Красной Армии вошло в Берлин. На плечах Павленко красовались уже полковничьи погоны, а УВС насчитывало более двухсот человек. Быстро, надо аккуратно! Поставь его! Бери ящик! Что с вами? Будет восемь штук. Мало. Где я тебе больше возьму? Так, а что в ящиках? Забирай это! Что в ящиках? Картины. Толкнем их в Польшу. Я нашел настоящий ценник для живописи, они дадут хорошую цену. Так, что с золотом? Стоп, подождите! Стой! Стой, я говорю! Я спрашиваю... Они что, глухие? Дай! Людвиг! Я куда сказал, это нельзя? Куда? Ты что, издеваешься? В какой вагон? Четвертый, Людвиг! Быстро этих двух верни! Бери! По давно отработанной схеме, Павленко дал крупную взятку в военной комендатуре Берлина, благодаря чему получил неформальное разрешение на сбор трофейного имущества. К этому времени между Павленко и Константинером уже назревал конфликт. Значит, золото и марки меняем в Гродненском банке на советские рубли. Половину обвиняем. Почему половину? Потому что половину. Коля, мы победители. Победитель получает все. Коля, у нас законы и права на репарацию. Пускай плавят в суфе. Какая-то кто? Да ну, сволочь старая. Кто это? Плотнее там, плотнее. Наши ребята помяли его девку, я не знаю, кто она там. Дочка, внучка. Что? Коробки потом, потом коробки, сначала картины. Я не понял. Что? А, ну она припадочная оказалась. В общем, копыта отбросила. Дед этот ходит, скулит здесь. Жалуется всем. Гоните его! Юра! Слышишь? Ты прогони! Юра! Что? Юра! Что? Мы же вроде бандиты. А, Юра? А кто? Репараторы. Юра. Виновных сам расстреляешь? Или под трибунал отдашь? Нет, если ты сейчас ко мне за помощью, даже не обращайся. Боюсь, откажу. Рука дрогнет в ответственный момент. Своих братишек полить. Как вернемся, разбегаемся. Вот где-то. Только мне нужны еще вагоны. Отец не умел оставаться равнодушным никогда, в том числе и в Берлине. И он умел быть и принципиальным. Когда оказалось, что солдат изнасиловал немку, и об этом узнали, его просто-напросто расстреляли перед строем. После возвращения из Германии, Тавленко издал приказ о демобилизации личного состава своей части. Перед этим через Калининский военкомат совершенно официально он оформил документы для получения наград. Тогда было роздано 230 медалей. Большинство рядовых бойцов из УВС так и не узнали, что служили под началом самозванцев. Сами авантюристы успешно продали трофеи и разбежались. Но денежная реформа 1947 года уничтожила большую часть заработанных Павленко денег. Попытка открыть легальную контору тоже не удалась. Что с тобой, аппетита нет, что ли? Что с тобой, аппетита нет, что ли? Пап, дядя Юра приехал! Юр, вы принимаете гостей? А вот и аппетит пришел. О, дело у меня теперь. Сначала выпьем, я тебе все растолкую. И за дело. Константинер предложил Павленко начать новое дело по проверенной за годы войны съеме. Теперь работать предстояло под очень серьезной, как он выразился, крышей. Уговаривал он бывшего соратника недолго. Уже через месяц семья Павленко перебралась во Львов. Здесь компания авантюристов воссоединилась под старой воинской аббревиатурой УВС-5. Ситуация послевоенной неразберихи и беззакония на западных территориях СССР позволяла людям Павленко чувствовать себя в безопасности. Дела шли великолепно. И вскоре УВС открыла свои филиалы в Эстонии, Белоруссии, Молдавии. Павленко строил свои отношения с чиновниками и с воинскими должностными лицами, с гражданскими чиновниками, с военкомами. Очень четко. Взятка, подкуп, где он чувствовал, что человек не идет на это. Начиналось с застолья, с хорошей выпивки, каких-то подарков. Где-то взятки, где-то обаяние Константинера, а иногда просто авторитет военной формы позволяли Павленко улаживать все вопросы. Уровень его связи, особенно в Молдавии, становился все выше и выше. Вас спасибо. Конечно. Ты прям дождаться не можешь. Так. Погоди, Людрик. Сейчас все придут, все вместе выпьем. Правильно. Этот человек алкоголиков на дух не переносит. Работает в МГБ Молдавии. Коля, ты сейчас удивишься. Добрый день, Николай Максимович. С вами мы тоже, кажется, встречались. Здрасте. Сметливый ты человек, Николай Максимович. Так до сих пор и не понял, на кого вы все работаете? Догадываюсь. Ну что, старые друзья. Я за встречу. Что здесь еще не значит? Ну, что принесли? Вот. Что такое? Ларец с инкрустацией. Рудниченко резал. Он у нас большой мастер. Да. Что, издеваетесь? Это как? Это там внутри ключи от трофейного «Опеля». Молодцы. Молодцы, 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 ну покурите по газете. Ленее, на левую. Слово предоставляется первому секретарю заказового партии Молдавии Леониду Ильичу Брежневу. А теперь, дорогие товарищи, по случаю праздника трудящихся, мне хочется поднять тост за молдавских строителей и за всех тех, кто им помогает строить наш новый советский кишинок. Вот видишь, Коля, как хорошо, что мы эту мошенку сохранили. Вскоре УВС превратилась в организацию с двадцатью филиалами на западных территориях СССР. Мошенники обзавелись связями на уровне обкомов и райкомов партии, а также в некоторых всесоюзных главках. Взятки столичным покровителям теперь возили чемоданами. Пионеры, ну-ка! Давайте, ребят, поможем! Деньги летают, у меня в руках пустой чемодан. Оглянулся, эти два архарадца уже ко мне рулят. Я на майора. Майор за волыну. Я к нему. Отдаю ему под командование пионеров, пассажиров, ставлю боевую задачу – собрать все деньги. Все до единой купюры. Сам, возвращаясь к милиционерам, выставляя их в подцепление, не успевая возвратиться, все деньги собраны. Ни одной бумажки не пропало. Все-таки хорошо, что у нас такой сознательный народ. Да, Коль? Че-то я Людвига давно не видел. Он что, в запое? Ты с ним поговорил? Хрен ли мне с ним разговаривать. Я его на шестом складе запер. Пускай чурится. Чего? Как запер? Так. Перед вылетом. Это сколько времени прошло? Десять дней. Да… Ты че творишь, гад? А? Это же закрытый склад. Туда без спецразрешения вообще никому нельзя. Да там больше месяца уже никто не ходит. Ну и что? Чего? Ну и что? Он же наш товарищ с тобой. Юра! Нахер мне не сдался такой товарищ? Он только водку жрать гораст. Сколько он уже денег пропил? А в горкоме Карабач на семидесяти процентов подняли. Да пошел ты со своим горкомом. Хрен им, а не деньги. Понял? Коля, нельзя так с этими людьми. Ты че со мной спорить будешь? Я все сказал! Ну я посмотрю на тебя, герой. Дудрик, прости, я не знал. Ну прости. О! Вот! Держи. Купишь себе чего-нибудь, а? Держи. Только не обижайся. Коль, не надо. Дай мне попить лучше. Да. Подожди, подожди, конечно. Еще сейчас. Это... Людик, давай эту. Вставай. Пойдем отсюда. Пошли. Я вообще бестил, что ли. Слушай, ну, тяжелый такой ты. Слушай, давай, встаем. Держи. Ага. Ага. Фу. Так. Деньги эти. Жене отдашь. Понял? Последи. Осторожно. Она... Мы разошлись с ней. Ай. Она на днях была тут у меня. Приходила, сказала, если не заплатим, всех сдаст. Вот так. Что делать будем? Что делать? Заплати ей. И все. Мы же не бандиты, чтобы там... Правда? Мы не бандиты? Правда. Ну вот и хорошо. Ну вот и хорошо. Людвиг Рудниченко деньги бывшей супруги так и не отдал. Уехал отдыхать. Через некоторое время в военную прокуратуру поступило анонимное заявление. Неизвестный сообщал, что его обсчитывают и месяцами не выдают зарплату. Не получив очередных денег от Павленко, люди из горкома перестали покрывать авантюристов. В результате жалобе дали ход. Она попала в канцелярию маршала Советского Союза Ворошилова. И вот начиная раскручивать это, кажется, мелкое дело, вдруг неожиданно обнаружили, что сама организация является преступной. Потом выяснилось, что она действует на территории пяти союзных республик. В итоге для задержания этой организации был создан орган из руководящих работников органов МГБ, который осуществлял поимку этого Павленко и его ближайшее окружение на территории нескольких республик. Арест Павленко вызвал большой резонанс в коридорах власти. В первую очередь это дело могло подставить под удар самое высокое партийное руководство Молдавии, где деятельность УВС достигла наиболее широкого размаха. Сталин, которому достаточно надоели все эти репрессии, он решил заняться хозяйственными делами, ну, по-нашему, коррупцией, что ли. По одному из этих дел, если бы Павленко дал бы признательные показания, те, которые нужно было дать, прошел бы Леонид Ильич Брежнев. Теперь все были заинтересованы в том, чтобы Павленко молчал о своих связях. И те, кто его покрывал, и люди из окружения Брежнева, до которых взятки, возможно, даже не доходили. Иди там, посмотри. На черный день. Слышите? Лично досмотра не будет. Накрыли мамины драгоценности. Они так и остались, очевидно, договорились, что не описывать накрытые платком. А меня вывели в коридор и к маечке, к лямочке, ну, прицепили отцовские и такие большие массивные зацелотые часы. Я сделал, как ты просил, но теперь твоя очередь. Понимаешь, что все нужно брать на себе? Берешь все на себе. Масштабная диверсия нам тут и не нужна. Над судьбой не убежишь, Павленко. Я не смог так другие шлепнуть. Ну, стоило тебе так брыкаться? А я не увлекался. Я бодался. Ты что, идейный, что ли? Чего ты там пишешь-то? Дочке письмо. Приговор-то я в камере могу себе написать. Посмаху. Исполняйте, полковник. Павленко понял, что люди, перед которыми он унижался столько лет, теперь зависят от его показаний. На судебном процессе, где его обвинили в контрреволюционной деятельности, он занял принципиальную позицию. Павленко говорил, да, мы преступная организация, мы занимались приписками, мы присваивали деньги, но мы не были контрреволюционерами. Наоборот, мы строили в нашей стране хорошие дороги, хорошие подъездные пути, поэтому мы никакие не контрреволюционеры. Он это категорически отрицал. Суд над Павленко повлиял на судьбу не только создателей УВС. В 1953 году Леонида Брежнева убрали из Молдавии и отправили на малозначительную должность в Министерство обороны СССР. Поехали в Москву, в Бутырку. Большая комната, деревянный длинный стол, и появляется отец. В военной форме, без погонки, естественно. То ли он не знал, то ли он не ждал, но вид у него был ошарашенный. Мама говорит мне, иди, папа, поцелуй меня так на стол поставила. Я побежала. Я помню хорошо лицо отца, но что мы говорили, как, чего, я не помню. Но это было ужасно. Это, наверное, одно из самых страшных воспоминаний детства. Приговор по делу УВС был вынесен уже после смерти Сталина в 1954 году. Все обвиняемые получили сроки от 5 до 20 лет, и только Николай Павленко исключительную меру наказания – расстрел. Ровно через 15 лет после вынесения приговора Николаю Павленко его подельник Юрий Константинер вышел на свободу. Дальнейшая судьба Константинера плохо вписывалась в реалии привычной советской действительности. Страшная статья 58.10 – контрреволюционная деятельность. Через 15 лет папа выходит из лагеря и устраивается на завод. Последняя его должность была заместитель директора завода по общим вопросам. Это был абсолютно закрытый военный завод с численностью около 6 тысяч человек. То есть сделать за 10 лет такую карьеру с такой статьей человеку в советское время без того, чтобы его поддерживали где-то очень высоко – это было невозможно. Каким образом в сталинскую эпоху целых 11 лет существовала эффективная организация, в которой работали сотни человек? Ответ на этот вопрос был хорошо известен Юрию Константинеру и людям в штатском, которые встречали его в машине у ворот тюрьмы. В материалах уголовного дела этой информации нет. Многое в истории УВС навсегда останется тайной. Многое в истории УВС Многое в истории УВС Многое в истории УВС Многое в истории УВС Многое в истории УВС